Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем тогда с такого вопроса. Почему вы заинтересовались нейронными сетями и почему вы пошли учиться к нам в Университет Искусственного Интеллекта? Я заинтересовался, потому что это актуальная тема, очень развивается эта индустрия, много всего интересного может делать нейросеть. Было интересно и раньше, к вам учиться пошел, потому что это специализированный университет, который занимается только этим направлением. Мне показалось, что там будет интереснее и больше полезной информации. Скажите, а вы до нашего университета занимались программированием? Да, где-то около года на питоне. А вы вообще кто по профессии? Защита информации. Понятно. Скажите, пожалуйста, как проходило ваше обучение, потому что вы уже обучались на новой учебной платформе. С какими трудностями вы столкнулись? Что было самое интересное во время обучения? Обучение проходило спокойно, плавно, быстрее плана, трудностей каких-то заметных не было, материал доступен, все подано, структурировано, рассказано по порядку. Поэтому никаких сложностей у меня не возникало. А какой урок? Наверное, вот вы сказали, что не возникало сложностей, но мне кажется, все равно был урок, который был самый трудный. И самая трудная тема, какая она была? Самая трудная, наверное, Object Detection. Сложная тема, большие. Много разных факторов, которые необходимо учитывать. И большой объем кода, который достаточно сложно с первого раза понять. А какой урок? Какая тема была, наверное, самая любимая, которая вам больше всего понравилась? Нейронные сети, предсказания, регрессия, временные ряды. Расскажите, пожалуйста, про ваш дипломный проект. Вы на дипломном проекте ведь решали реальную задачу? Правильно я запомнил? Можно и так сказать, да. Я делал регрессию, предсказание уровня воды в реке Волга, в районе города Астрахань. Все получилось. Модель сейчас стоит в тестовом режиме. Пока ошибка не выходит за пределы одного сантиметра в сутки. Очень здорово. Скажите, какие-то трудности возникали при написании дипломного проекта? Или все шло ровно и трудностей не было? Все шло ровно. Сбор базы, самая большая была сложность. Найти источники со старическими данными, которые можно считать бастоверными. Ну, а потом все было достаточно просто. Подготовить модель и ее потом в порядок. Какие у вас сейчас планы на будущее? Вы, получается, уже окончили наш университет, да, практически. Что вы будете делать дальше? Работать, заниматься тем же, чем и раньше занимался. И как-то пытаться применять полученные знания на практике. Потому что уже есть проекты, в которые можно внедрить нейронные сети. И есть планы по развитию этих направлений, в том числе в компании. Ну, пока этим буду забываться. Хорошо, Дмитрий. И последний вопрос. Что вы можете пожелать студентам, которые только приступили к обучению у нас в университете? Пожелать студентам. Чтобы не жалели времени на изучение материала, если надо, пересматривать несколько раз. Потому что не все темы можно с первого раза понять и запомнить. И практиковаться больше. Практиковаться, решать задания про, ультра, про. Потому что они позволяют более глубоко понять заданные темы и разобраться, как же это все работает. Но когда понимаешь, как это все работает, все становится достаточно просто. Хорошо, Дмитрий, спасибо большое, что согласились поучаствовать. Спасибо большое, что оставили отзыв. Мы желаем вам дальнейших успехов в развитии. Все равно спасибо. Спасибо. Спасибо.